Приветствую вас на канале Алковита и сегодня хочу сделать самогон из абрикосиков на диких дрожжах. Такой у меня урожай абрикосов, там вдалеке желтые, здесь красные и там еще дальше есть и ссыкульский абрикос, очень ароматный. Как сейчас мы поступаем? Мы вот это вот не трогаем, собираем только для диких дрожжей, аккуратненько снимаем и смотрим чтобы на черенке абрикосиков был такой маленький беленький налет, это значит там есть природные дрожжи. На них мы разбродим литра 2-3, а потом все с пола собираем, моем и закладываем в бочку. Собрали часть, пару ведер, помыли в бочку, помыли в бочку, пока не наберем полную бочку абрикосиков. При этом мы их руками переминаем, косточки вытаскиваем. Все просто, можно дополнять, будем добивать до тех пор пока бочка не будет полной. Как будем бороться с мезгой? В абрикосах очень много пектина. Мы туда добавим ананас на блендере смешанный и вылим в этот затор. В ананасе есть очень интересные ферменты, которые расщепляют этот пектин, грубо говоря как альфа-амилаза для зерна. Вот такую бочку 80 литров будем набивать абрикосиками. Дрожжи у меня не завелись, поэтому видите какая у меня уже почти полная бочка. Вот такие дрожжи фрукции. Все и перемешиваем. Буквально через час все должно завестись. С этими дрожжами я работал, очень хорошие. Дрожжи нам любезно предоставил мой вот магазин Alcovita.kz. Вот такая у меня густая кашка. Сейчас буду чистить ананас и буду сюда закладывать. И как раз проверим так ли это. Можно было конечно взять пектоферм. Это энзим, который расщепляет эту пектиновую связь у хруптов. Вытащил косточки с абрикосов. Осталось их только заложить в бочку. Давим просто руками и закладываем в бочку. Вот так вот раз. Раз. Этого достаточно. Ананас чистим и через блендер. Ананас, тара, выливаем и как следует перемешиваем. По идее энзимы ананаса должны расщепить вот эту всю жижку. По идее, как это все написано в литературе. Ну давайте посмотрим, так ли это будет на самом деле. Будет ли она жидкая-жидкая, как будто бы вода и чуть-чуть должно быть густоты. Все перемешиваем, закрываем и пусть дображивает. Обычная брага абрикосовый. Смотрите, чуть-чуть жижки и много-много мякоти. А сейчас давайте заглянем и посмотрим, как выглядит та же самая брашка с ананасом. И посмотрите, какая здесь. Она реально жижи в несколько раз. То есть, что требовалось доказать. Энзимы ананаса срабатывают на все 100 баллов. Она, хотя и чуть-чуть такая, скажем, есть в ней крупные фракции, но... О, горькая. Я думаю, сейчас я сюда еще добавлю литров 5 воды. Нет, знаете, будем ее завтра перегонять. Сделаем ее 100% без сахара и посмотрим, что с нее получится. Сливаю, еду домой и перегоняем. Сбор спиртосырца абрикосового самогона идет полным ходом. Запах просто супер. Это у меня уже вторая баклажка. Отбираю 5 литров. 5 литров это примерно в струе где-то 6%. Даже 6% спиртсырец пахнет отчетливо абрикосами. Брага жиденькая, не пригорает. То есть, вообще все супер. Запах пока просто волшебный. Наверное, все-таки сделаем, раз запах такой присутствует, спирт сердце. Попробуем еще его усилить. Покажу как. 15 литров спиртосырца. Далее, чтобы получить ароматный шнапс, дистиллят, самогон, называйте как угодно, нужно, необходимо настоять этот спиртсырец на фруктах, как я раньше всегда делал. Но сейчас я попробую немножко по-другому. Я сейчас вылью этот спиртсырец 3 баклажки в куб, замерю общую спиртозность, сделаю все необходимые расчеты и добавлю туда 2 литра абрикосового сока. Это сок, сделанный именно из этих, из иркульских абрикосов, очень ароматный, просто супер. Крепость спиртосырца 34%, температура 29,2, только что замерил. Вносим в калькулятор самогонщика, получается общая крепость спиртосырца 32%. Добавляем наш сок. Тему собрал, проверил на герметичность, я работаю на газовой плитке, поэтому про это не забываем. Царгум на 70 сантиметров, это очень много для фруктовых дистиллятов. Мое личное мнение, царга должна быть 40-50 сантиметров. РПН забил 4 рулончика, таких жидко скрученных, и между рулончиками оставил некое воздушное пространство. Расчеты. Спиртсырец 15 литров, крепость 30%, абсолютный спирт 4 500 мл. Головы я собираю 10% от абсолютного спирта, что составляет 450 мл. Но, как показывает практика, объем от голов может быть различным, от 400 до 500 мл. Буду нюхать, начиная с 400. Тело я собираю 70% от абсолютного спирта, что составляет 3 150 мл. Но, раз тело у меня не 100%, а 90, то приблизительно я должен собрать 3 500 мл. Колонна работает на себя. Мы видим, что обильно стекает флегма. Не знаю, видно вам или не видно. Отражает, да, по-моему. Но, я немножечко прошляпил. Поздно подал воду. У меня где-то 50 мл струйкой набежало голов. Поэтому, головы будем отбирать немножечко с запасом. Голов 500 мл. Учитывая, что головы слегка у меня вначале размазались, отобрал с запасом. Отличный. Отлично. Ой, абрикосом как пахнет, ребята. Супер. Так, отбираем немножечко по-другому. Прямо со штативом дефлегматоры. Видите, какой напор. Добавлять не буду. Добавлю только температуру нагрева. Закончил я отбор тела. Получилось 3 литра первоклассного тела и 300 мл конечного. В общем, запах настолько выраженный, настолько яркий запах абрикосов, что я просто уже стал ориентироваться на температурные показатели. Потому что вот не пахнет и все хвостами, ничем. Поэтому закончил отбор, ориентируясь на температуру. Сейчас мы это 300 мл разведем до литра. И охладим, и отфильтруем через кувшин. И вот развел я эти 300 мл спирта до литра. Не знаю, какая спиртозность. И вот теперь я чувствую этот запах конечного продукта. То есть вот не тело, не хвосты, а вот маленький душок вот этот есть. Поэтому раза 3-4 будем прогонять через кувшин. Охлажденный. И там дальше посмотрим, если запах не уйдет этот. Я тогда его в тело добавлять не буду. Получилось у меня 7,5 литров очень вкусного, ароматного абрикосового дистиллята. Здесь у меня и центральное тело, и то, которое конечное тело. Конечное тело я пропустил. Охладил сперва в холодильнике ночь. И пропустил через кувшин гейзер. Использую самый обычный фильтр угольный. Чтобы нам получить шнапс, очень ароматный именно абрикос. Вот именно свежих абрикосов вот таких вот. Все-таки здесь запах абрикосов вот в этом дистилляте. Но, вы знаете, вот как будто бы такой сладковато. Вот как будто бы ближе все-таки к абрикосовому варенью. То есть, понимаете, да, за счет того, что все-таки вареное все это там получилось. Но явный абрикосовый запах. Вот. Я хочу насытить мой дистиллят свежим абрикосом. Но здесь надо учесть одно правило. Если мы передержим абрикосы в дистилляте, то у нас получится настойка. Абрикосы берем немятые, чтобы они были не сочные. Ну, такие, как бы, скажем, очень вот спелые, но не мягкие. Вот, чтобы они не развалились у меня в дистилляте. То есть, аккуратненько вытаскиваем косточку и складываем половинками в бутыль. Нам важно взять из абрикосов весь запах. Потому что шнапс это и есть именно душистая ароматная водочка. Сильная окраска дистиллят нам тоже не нужна. Мы просто наблюдаем. Через сутки смотрим. Сбалтываем аккуратненько и смотрим. Если уже абрикос начал выделять усиленно сок, мы сливаем и все. Абрикос мы этот не давим. Потом ничего. То есть, мы сливаем только жидкую часть. Абрикосы, ну, можно съесть потом. Не знаю, чего угодно можно с ними делать. Ну, все. Теперь на 3-4 максимум 7 дней я это все убираю в кладовочку. Наш абрикосовый дистиллят постоял четверо суток с абрикосиками. Мы видим, он начал окрашиваться. Это уже сигнал, что пора его фильтровать. Первый раз фильтруем через слабый ватный фильтр. И сразу же второй раз фильтруем через очень сильно скрученный, через плотный ватный фильтр. Отфильтровал я через один ватный диск. Менял его раза 3-4. Тем самым я задержал все самые крупные волокна. Все самые крупные частицы. Теперь мне через более плотный ватный фильтр будет фильтровать гораздо легче. Фильтруем еще раз. Профильтровал я два раза. Получилось 7400. Едва такая подкрашенная жидкость. Очень прозрачная. И на запах. Очень ароматная. Очень ароматно. Пахнет именно свежими абрикосиками. Закрываем на неделю. Через неделю попробуем. Прошло две недели. Все свои дистилляты я пробую спустя неделю, но здесь я уехал на Лаколь. Отдохнул, покупался. Две недели нормально. Что же у нас получилось? Полностью прозрачная жидкость. Но слегка есть такой оттенок, скажем так, шампанского что ли. Вот он даже не желтый, не оранжевый. Даже как будто бы немножко розовит. Такой, знаете, оттенок есть. Ну, на запах это, ребята, именно свежие абрикосы. Его ни с чем не спутать. Даже какой-то такой слегка лимонадный, знаете, запах. Запах очень ароматный, ребята. Вот это и получился у нас шнапс. Очень ароматный напиток. Запах настолько выраженный, настолько вот свежий, что... Прям как будто ты нюхаешь сок. Вот вообще не пахнет даже. Алкогольной вот нотки нет вообще. И что же получилось у нас на вкус? Давайте попробуем. Ваше здоровье, быть добро. Мягкий, фруктовый. Ой, аромат супер, ребята. Но немножечко запах лучше, чем на вкус, скажем так. Это один из тех вот дистиллятов, которые хочется нюхать. Но пьется очень легко, запивать не хочется. Из всех фруктовых дистиллятов это получился самый-самый лучший. Минимум усилий, и у вас может получиться прекраснейший продукт. На этом я прощаюсь с вами. Берегите себя. Пейте только качественные напитки. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова